14 ДТП за два дня. Сотрудники ГИБДД подвели итоги выходных. Сразу несколько аварий с участием маршрутных такси. Пострадали пассажиры. Подробности у Антона Парахина. У меня как-то удар в эту сторону пришелся. Я говорю, хорошо, что не прямо носом. Так бы нос сломало тоже. И так дык, глаз открываю уже на полу и никакой. Юрий Войтович в этот вечер ехал на работу, однако закончилась поездка не так, как обычно. После того, как Форд 362 маршрута врезался в опору освещения, Юрий вместе с еще тремя пассажирами микроавтобуса в итоге оказался в отделении нейрохирургии. После обследования отпустили домой. Вот только теперь, признаются, ездить на маршрутках страшно. По одной из версий, Форд подрезали. Однако и сам водитель вполне мог нарушить правила дорожного движения, уверен мужчина. Километров все равно, думаю, 78 спер, потому что так столб завалить на 40-60 ты его не завалишь. Помощь врачей потребовалась и пассажирам 344 маршрутки. На улице Лукашевича автомобиль Приора буквально протаранил пассажирский микроавтобус. Водитель легковушки, уронив телефон, решил его достать. В итоге оказался на встречной полосе и стал виновником ДТП. Удар пришелся в правый бок маршрутки. По словам тех, кто ехал в ней в этот момент, после столкновения у Пежо оторвалась дверь и несколько человек выпали на проезжую часть. В больницу с ушибами увезли шесть пассажиров маршрутки и водителя Приоры. Отечественное авто после аварии откинуло на обочину. После проведения обследования шесть из них были отпущены домой для продолжения амбулаторного лечения. И одна пациентка в удовлетворительном состоянии госпитализирована. Переломов пока нет, не обнаружено. То есть ее жизнь ничего не угрожает. Еще одно ДТП с участием маршрутного такси произошло на 28-й рабочий микроавтобус после столкновения с автомобилем Hyundai Solaris перевернулся. К счастью, в этот момент в салоне пассажиров не было. В сводке, ГИБДД и сообщениях в омских пабликах информация о ДТП с участием пассажирских маршруток встречается практически ежедневно. Представители частных перевозчиков уверены, нельзя в каждом ДТП сразу винить водителей маршрутных такси. Они зачастую жертвы несправедливого отношения. Перевозчики уверяют, найти водителей сейчас непросто, а к их подбору, тем не менее, подходят очень тщательно. И с удовольствием исполняют новый федеральный закон. Он, напомню, обязывает владельцев маршрутных такси предоставлять подробную информацию о водителях, а также о том, как они проходят ежедневный медосмотр перед выходом в рейс. Однако всего несколько дней назад Верховный суд отклонил апелляцию омских перевозчиков, которые не были согласны с такими условиями работы и сразу после вступления закона в силу пытались отменить его действия. Антон Парахин, Ольга Перепелкина, Виталий Двораковский. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Ольга Перепелкина.'ve продолжไป. антон Парахин. Продолжение следует...